Искусство на свободе. Именно так назвала свою уличную выставку художница Екатерина Мячина. Ее главная цель – прочувствовать своего зрителя и понять, как он ощущает себя в исторической среде города. Идея ее работ проста и понятна – идти навстречу зрителю вместе с картинами, а не хранить их в пыльных павильонах. Такое действие – это взаимодействие мое с людьми, направленное на человека. Там немножко была такая строчка «Искусство на свободе». Вот оно на свободе. Человек свободный, искусство свободное, они друг для друга. Это как бы максимальный контакт, который я вообще вижу для себя с жителями города. Они мне интересны, мне интересно, что они думают, мне интересно, как они себя чувствуют. И вот я для них, мои картины для них тоже. По словам автора, уникальный облик зданий – важный элемент эстетического воспитания человека. И потому главный герой выставки – архитектура Самары. Здесь изображены и элементы лепнины, и старые фонари. Когда у Екатерины родилась дочка, пришло настоящее вдохновение и новая техника. Художница смешивает натуральные краски. Все это при том экологично. Екатерина использует только безопасные материалы. За час я делаю ютюб, какие-то вещи, они уже переходят в абстракцию, и, в общем-то, я не обращаю внимания. Я просто выхожу на улицу в конкретное время, это там утром, 7 часов или вечером, и смотрю уже там, где мой глаз зацепился, там я делаю. Но потом как-то впоследствии я, может быть, начала себе объяснять, почему конкретно, что меня волнует, зачем я это делаю. И ты начинаешь себе там как-то додумывать это, и мне стало ясно вообще, за что конкретно болит моя душа. В своих работах художницы используют бирюзовые и синие оттенки, объясняя это тем, что когда пишешь пейзажи на улице, создается необычная связь с небом и его цветом. И даже есть такое правило, что когда ты начинаешь пленэр, начинаешь этюд, ты сперва закладываешь, то есть ты не сразу по белому холсту пишешь какие-то конкретные цвета, ты немножко закладываешь туда это небо. И, в принципе, я вот как бы считаю, что кроме синего других цветов вообще нет, я об этом иногда пишу. Мне, например, интересно, что молодежь будет ходить здесь, встречаться с работами, у них будут возникать вопросы. Это и есть мое взаимодействие с публикой. Уличная выставка в доме на Куйбышево 96 продлится до 10 августа. Художница интригует, это не последний такой масштабный проект, но пока держит новый в секрете. Ясно одно, это будет связано с городом. Также в будущих планах Екатерины сделать выставку у себя в квартире, чтобы была возможность пообщаться со своим зрителем в домашней обстановке. Валерия Куценко, Василий Колдашов, События.